Новогодние праздники экстренные коммунальные службы Ленского района переведены на усиленный режим работы. Их телефоны доступны круглосуточно вне зависимости от праздничных и выходных дней. Единый номер вызова оперативных служб 112. Но сотрудники ЕДДС уверены, что, как и в прошлом году, экстренных ситуаций не возникнет. В основной своей массе работа проходит более-менее спокойно. Все структуры службы у нас введены в повышенную готовность. Все готовы на реагирование, на принятие каких-либо решений по взаимодействию, по оказанию помощи гражданам. Поэтому я не думаю, что и эта новогодняя ночь нам принесет какие-то сюрпризы. Руку на пульсе в буквальном смысле держат и врачи Ленска. В период многочисленных новогодних праздников количество вызовов в скорую помощь неуклонно растет. Отравления, травмы традиционно открывают список обращений. В эти длительные новогодние выходные дни, с учетом того, что их достаточно много, поликлинические службы у нас будут работать 2 и 5 января. Это районная поликлиника, детская поликлиника, женская консультация и стоматологическая поликлиника. Кроме того, по району в эти же дни будут вести прием и наши больницы в Витиме, Пеледуе и Нюе. Специализированная помощь хирургическая, акушерско-гинекологическая, педиатрическая, как я уже сказал, будет оказываться круглосуточно. В любое время, по неотложным экстренным показаниям, гражданам надо будет обращаться в приемное отделение, где у нас круглосуточно будет дежурить дежурный врач. Все эти 10 дней. На чеку и спасатели. Кому, как не им, быть на передовой. В новогодние каникулы причинам разных чрезвычайных происшествий становятся петарды и фейерверки. Использовать пиротехнику на открытом пространстве, где есть площадки, не поблизости к домам, да тем более уж не из балкона, потому что, как правило, с балкона, то обязательно упадет куда-нибудь в чужой балкон. Минимум на расстоянии выйти до руки надо пользоваться. Там и уложить на снег или на землю просто. И при приобретении пиротехнических изделий нужно смотреть, чтобы инструкции были именно на русском языке. Будет работать в новогоднюю ночь и пассажирский транспорт. Его расписание еще уточняется. А 1 января кондукторы и водители выйдут по своему обычному расписанию.